Глубоко уважаемые коллеги, уважаемые председатели, дайте мне просто одну минутку взять управлялку. Я позволю себе повторить еще раз те слова, которые я уже говорил, и поблагодарить всех приехавших наших гостей из столицы нашей Родины, из других уголков, всех тех, кто, несмотря на то, что сейчас обеденный перерыв находится в зале. И когда мы думали о том, как построить сессии, вот этот один день, который был отведен для абдоминальной онкологии, мы постарались их сделать так, чтобы они были интересны, и так, чтобы они как-то логично вытекали одно из другой. Я позволил себе сам себе назначить доклад «Маломазивная хирургия ракожелудка. Современное состояние проблемы» с тем, чтобы сначала очертить тот круг вопросов, который дискутируется в литературе, обсуждается на международных конгрессах, а дальше детали эксперты уже расскажут. Если говорить об истории, то впервые в мире в 1991 году первую лапароскопическую дистальную субтотальную резекцию желудка по поводу рака выполнил японский профессор Сежо Китана. И вот благодаря профессору Сажинову, который подсказал нам, что оказывается Сежо Китана находится в Москве, это было в мае, нам удалось им встретиться и вживую пообщаться с легендой, потому что это в самом деле очень большое событие. Вот этот симпатичный молодой человек на фоне мотоцикла есть никто иной, как Сантьяго Азагра, который через два года после Сежо Китана выполняет первую лапароскопическую гастректомию. К сожалению, мы не нашли его описание, но в нескольких обзорах литературы несколько авторов ссылаются на его фамилию. Впервые мы смогли найти имя человека, который упоминается как автор первой лапароскопической гастректомии. Если говорить о интервале, в 91-м году, в 93-м, соответственно, выполняются первые хирургические мышательства, в дальнейшем есть небольшой провал в литературе, когда публикация ограничивается, констатация факта, что еще и еще один хирург в еще и еще одной стране выполняет исследования. И вот уже в начале 2000-х годов появляются первые рандомизированные исследования. Понятно, что Сежо Китана один из них, я не знаю, у меня не работает ни переключалка, ни указатель, поэтому я буду как-то подстраиваться. Но если вы обратите внимание, то количество включенных в исследование больных ограничивается буквально 10-15 пациентами. И понятно, что это были в основном больные ранним раком желудка, поэтому объем внутребрешной лифодисекции был ограничен D1, D1 плюс альфа, еще по старой японской классификации. Но все эти исследования были единодушны в том, что преимущества эндовидеохирургии сохраняются в том числе и при хирургии рака желудка. И заключаются они в более раннем восстановлении пациентов, менее выраженном болевом синдроме, отсутствии значимых различий в уровне послеоперационных летальностей и частоте послеоперационных осложнений, хорошем косметическом эффекте, а также улучшение качества жизни больных в раннем послеоперационном периоде. Первое многоцентровое исследование, посвященное отдаленным результатам лапароскопических вмешательств у больных ранним раком желудка, я подчеркиваю, ранним раком желудка при дистальной субтотальной резекции желудка, было опубликовано группой, возглавляемой все тем же Сержио Китана. И впервые было показано на двух группах из 140 с небольшим человек, что послеоперационных осложнений летальность в группах оперированных открыто и лапароскопически не различались, и отдаленные результаты были практически идентичными. Многоцентровое исследование класса, я позволю себе немножко остановиться на этом, поскольку за этим исследованием класса идет целая серия последующих исследований. Это исследование, проведенное нашими корейскими коллегами, которые изучали в многих центрах на большом количестве пациентов, я сейчас не помню общую цифру, 179 пациентов в одной группе и 161 в другой, они сравнили летальность и послеоперационные осложнения в группе больных оперированных лапароскопически открыто. И когда они не нашли различий в этих двух группах, было спланировано первое многоцентровое исследование, которое было названо класс 01. Это исследование, проспективное, рандомизированное, контролированное исследование, сравнение лапароскопической субтотальной резекции желудка с открытой у больных с аденокарциномой, причем здесь уже включаются не только больные ранним раком желудка, но и так называемый advanced cancer, чего нет перевода в нашей литературе. То есть это опухоли Т1-Т4А, Н0, Н1. В настоящее время 13 центров участвуют, набрано почти 1500 пациентов и окончательные результаты еще не опубликованы. Предположительно, в конце этого года мы можем увидеть заключение экспертов. Исследование класс 2. Та же группа авторов. Продолжение дальше. Результаты будут планироваться только в сентябре 2016 года. И здесь уже речь идет о D2 лимфодисекции. То есть здесь полноценное, вот то, что мы с вами чаще всего видим, полноценный объем хирургического вмешательства. И когда мы вместе с Сергеем Викторовичем Байдой здесь, профессором Израилов здесь, в прошлом, по-моему, году мы были на GAD Cancer Week в Корее, где целую неделю мы слушали доклады по различным видам комбинированного, комплексного, хирургического лечения больных раком желудка. И вот лично не знаю, как мои коллеги, я был удивлен тем, что за всю неделю мы увидели 2 или 3 доклада по открытой хирургии. Все остальные были доклады посвящены лапароскопической, роботизированной, в разных видах малоэвазивной хирургии. И наши корейские и японские коллеги сетовали на то, что они не могут завершить набор в исследовании класс 2, поскольку у них практически нет больных местно распространенным раком желудка. Очень интересное исследование из Кореи, выполненное профессором Кима, это многоцентровое исследование по типу случая контроль, когда из общей группы в 2900 пациентов были отобраны больные, оперированы открыто, это 1500 больных, ну 1446, и лапароскопически. Из каждой группы было отобрано по 635 пациентов, составлены пары, и эти пары были абсолютно идентичны по группам, и это исследование показало, что абсолютно безопасное выполнение лапароскопической резекции больных, причем ни пятилетняя выживаемость, ни безрецидивная выживаемость, ни частота развития послеоперационных осаждений и летальности не отличаются друг от друга. И здесь были получены очень интересные цифры. По данным профессора Кима и соавторов, кривая обучения хирурга ставила 42 случая. И вот мы вчера слушали, те, кто слушали вчера доктора Гущина из Балтимора, который говорил о перитониомоктомии и о том, что для достижения кривой обучаемости необходимо 140 случаев. Профессор Ким говорит о 42 случаях в лапароскопической резекции желудка. Наши английские коллеги говорят о 60 операциях, так называемых селф-тренинг, хирургов, которые не работают под руководством преподавателя. 60 операций нужно, но можно сократить это количество до 22-25 операций, если организована тренинговая программа. Поэтому, если мы изначально имеем 42 операции в нетренированных группах, у нас есть серьезные основания надеяться на то, что мы сможем снизить это количество выполненных операций для достижения платы кривого обучения в случае, если мы сможем создать какую-то систему подготовки, о чем сейчас мы в куларах очень активно говорим. Следующее исследование – это исследование КАКТ. Это исследование, опять-таки, это полноценная D2 лимфодисекция у больных местно распространенным раком желудка. Предварительные результаты планируется опубликовать только в декабре 2016 года. Два исследования японской группы лапароскопической хирургии, которую возглавляет тот же самый профессор Сосака. Это 0901 и GCOG 0912. Результаты еще не опубликованы. Идет набор в группы больных местно распространенным раком желудка, дистальной субтотальной резекции желудка и гастриктомии, и в группы тотальной гастриктомии при раннем раке желудка. И, как вы видите, тоже результаты еще не опубликованы. Очень интересное исследование логика. Это, опять-таки, сравнение лапароскопической открытой хирургии в группах больных, опять-таки, местно распространенным раком желудка. Обратите внимание, что это были включены больные. Я не могу показывать указку, но здесь красным подчеркнуто, что включались пациенты, опухоль у которых считали резектабельной, и градуировали ее как CT1-T4A, N0-N3B при отсутствии отдаленных метастазов. К сожалению, тоже эти результаты ожидаются только к 2018 году. То есть, по сути, мы можем говорить о том, что вот эта тема, о которой обсуждаем, она сейчас находится на топе, и каких-то убедительных, доказательных данных в пользу того или другого метода до сих пор еще не получены. Но если вы посмотрите на вот эти данные, опубликованные в 2011 году Японским обществом эндоскопических хирургов, то увидите, что количество выполняемых операций малым азимными методами возрастает с критичной скоростью. Но вот желтым цветом это лапароскопическая дистальная резекция желудка. Преимущественно за счет лапароскопической дистальной резекции желудка, поскольку, во-первых, в азиатских странах опухоль располагается в основном в антральном отделе, это в основном кишечный тип, и технические сложности при формировании изофага энтеронастомоза также ограничивают количество выполненных операций. В Москве Сержа Китана показывал данные вообще о малоинвазивной хирургии. Вот вы видите, что синим – это график движения, ну, на направлении развития малоинвазивных методик в Японии, а вот желтым – это дистальная дистальная резекция желудка, и красным – то, что мы называем гастроктомией. И обратите внимание, что темп прироста количества выполняемых лапароскопической операцией у больных раком прямой кишки ненамного опережает темп прироста больных раком желудка. Что касается наших данных, то, конечно, они намного скромнее, чем данные наших западных коллег, и они, естественно, предварительны. Мы сюда включили и то количество больных, которые потребовались нам для того, чтобы пройти какое-то кривое обучение, причем это называется селф-тренинг, без какой-либо программы, поэтому понятно, что он был долгим. Для того, чтобы не дискредитировать методику, мы пытались включать в исследование, мы отбирали больных, это не всех подряд оперировали. Понятно, что критерия была верифицирована рак желудка, это опухоли без инвазия в окружающие органы структуры. Мы пытались включать пациентов без признаков лимфогенного метастазирования или подозрения на единичные метастазы. Мы не брали в исследование, то есть не выполняли лапароскопические операции и не пытались это делать при высоком риске анестезии по шкале ОСА, наличии отдаленных метастазов или изолированных опухоли клеток, смыв из брюшины, а также при переходе опухоли на двенадцатиперстную кишку или пищевод. Если вот посмотрите на общее количество, то 78 лапароскопических операций всего попыток было сделано. Из них мы завершили запланируемый объем операции в 64 случаях. В двух случаях была выполнена конверсия в связи с тем, что несмотря на весь спектр применяющихся диагностических приемов, как то компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, эндоузи, все эти методы не смогли исключить инвазию опухоли в головку поджелудочной железы, что потребовало от нас выполнение лапаротомии и завершение гастропанкреатной дуальной резекции в открытом объеме. В двенадцатых случаях конверсия была выполнена, это было преимущественно на начальных этапах, причины конверсии будут чуть позже разобраны, я прокомментирую. Если поговорить по структуре собственной операции, то дистальные и субплотальные резекции были выполнены в 42 случаях, лапароскопические гастректомии в 22. Мы сейчас говорим только о том количестве, которое мы закончили в полном объеме. Средний возраст, пол, индекс массы тела, может быть, не о многом говорящей цифре, но обратите внимание, что максимальный индекс массы тела на одного из наших пациентов был 38, и когда в апреле, вот профессор Каченко здесь присутствует, организовал школу очередную хирургию рака желудка в 102-й местной части в городе Санкт-Петербург и попросил нас выполнить лапароскопическую резекцию желудка в режиме живой хирургии, то когда мы оперировали, японцы прокомментировали, что с таким большим индексом массы тела они не оперируют. Поэтому очень трудно сравнить результаты. Мы оперируем разных больных в странах с разной ментальностью и надо признать, что, к сожалению, с разной аппаратурой. Это стандартный доклад, сколько было там кишечного типа, сколько диффузного, где располагалась опухоль, я думаю, комментарий отдельно не требует. Обратите внимание на распределение по стадиям, то, о чем я уже говорил, что в основном это были пациенты все-таки, ну, относительно ранним раком. И прошу обратить ваше внимание на последнюю графу. Как я уже вам говорил, что мы пытались отбирать больных преимущественной категории Н0. При этом у 18 пациентов были выявлены региональные метастазы, что говорит о том, что лапароскопическая хирургия и лапароскопическая хирургия, но проблема адекватного предоперационного обследования пациента и выявления больных с наличием региональных метастазов, она не становится менее актуальным, несмотря на то, что годы идут. Это сводная таблица, которая показывает то, что практически больше половины больных у нас были 1, 2, 1, B стадии, а если сюда добавить 2, A стадию, то практически больше половины. Еще раз говорю о том, что это не отражает истинного положения дел, это группа отобранных пациентов. Типы реконструкции, в случае, когда мы использовали тотальную гастроктомию, об этом профессор Сажин чуть позже будет говорить, мы начали с того, что использовали систему Орвил, которая теоретически показалась очень удобной, зонд проводит анестезиолог через рот, далее через пересеченную степлером линию шва мы выводим, то есть все удобно, все хорошо, но отказались от этой процедуры, поскольку техническая сама стыковка аппарата нам показалась чрезвычайно сложной. И мы отказались в пользу так называемой оверлап-технологии, линейным степлером с добавлением ручных швов или нет, в зависимости от того, как это у нас проходило. Что касается лапароскобечко-дистальной субтатальной резекции желудка, то это либо реконструкция по бальфуру с формированием заднего анастомоза, либо это реконструкция по типу РУ. Какой-либо специальный отбор мы не проводили, мы пытались найти ту методику, которая бы нас удовлетворила и позволяла проще выполнять операцию. Если говорить о типах реконструкции, вот Орвил мы использовали у 12 больных, и линейный анастомоз 10, на сегодняшний момент мы думаем, что мы будем продолжать с линейным анастомозом, или, может быть, по совету наших более опытных лапароскопических коллег, в том числе профессора Сажина, который здесь присутствует, может быть, мы перейдем на ручной, в чем я не уверен, сказал, а сам не уверен. Типы реконструкции после дистальной субтатальной резекции, в подавляющем большинстве случаев 35 больных это бальфур, и в 7 случаев РУ, по методике, о которой тоже чуть позже, я надеюсь, будет говорить, у нас есть пока только основанное на впечатлениях, без какой-либо доказательной базы, что вот ту методику, которую мы используем РУ, возможно, она не настолько хороша, как нам хотелось бы. Операционные данные. Вы можете увидеть, что лимфодетекция в объеме Д2 была выполнена у 60 больных, Д1 плюс у 4. У 4 больных не потому, что у нас были технические сложности, это были опухоли категории Т1А, у которых по каким-то причинам наши эндоскопические хирурги не могли выполнить эндоскопическую диссекцию в подстоистом слое. Среднее количество удаленных лимфатических узлов, оно абсолютно соответствует таковому при открытой хирургии, хотя, если честно, вот этот показатель в нашей стране не очень информативен, он больше отражает качество работы патолого-анатома, а не хирурга, но, тем не менее, мы его приводим. Ну, интероперационная кровопотеря, вы можете посмотреть, что она статистически достоверно меньше, чем в открытой хирургии, хотя при использовании современных легирующих аппаратов кровопотерей практически при открытой хирургии тоже нет. И вот интересный слайд, который Павел Александрович Сапронов, наш аспирант, который занимается этой проблемой, посчитал. Обратите внимание, что по сути, по сути, снижение времени на операцию, которую мы тратим лапароскопически, произошло только в 2015 году, то есть после трех лет, это где-то примерно после 50 операций. Понятно, что это суррогатные показатели, на основании только одного этого показателя нельзя говорить о кривое обучение, но похоже, что изменения происходят где-то вот, вынуждены согласиться с нашими западными коллегами где-то после 40-50 операций. Что касается конверсии, то, о чем я говорил, в 12 случаях она у нас была, неконтролируемое кровотечение, опять-таки неопытность в лапароскопической хирургии в первом случае. Камера увеличивает, свет увеличивает, 3 столовые ложки крови, попадающего в операционное поле, создают иллюзию массивного кровотечения. Это приводило, естественно, к тревоге, и поскольку мы безопасность пациентов ставили на первое место, мы выполняли лапаротомию, и первые две, по-моему, мы с удивлением обнаруживали, что, собственно, кровопотери-то как таковой нет. И, как правило, к моменту, пока мы выполняли лапаротомию, и крови уже нет. Поэтому не надо эту цифру рассматривать как… это издержка кривой обучения. Ну и, естественно, мы очень зависим от той аппаратуры, которую мы используем. В одном случае эндостеплер не сработал на пересечении культи 12-перстной кишки. Здесь не то, что лапароскопический, здесь открыто было сложно решить проблему, потому что степлер не сработал, он заклинил, что делать. С техническими сложностями этот степлер удалили. Слава Богу, пациентка поправилась после открытой операции, мы для себя решили, что мы, наверное, откажемся от выполнения лапароскопических операций в тех ситуациях, когда у нас не будет надежных степлеров с хорошо известным производителем. И вот те самые четыре случая – это проблемы технического плана при формировании эностомоза, когда мы не могли состыковать ОРВИЛ, что заставило нас отказаться от этой методики, а дальше посмотреть на опыт других коллег, может быть, мы чего-то не знаем. Часто после операционных осложнений. 14% при резекции желудка, 13%, тоже 14% при лапароскопической гастроктомии. Очень приятно, что это те же цифры, которые демонстрируют и японцы. Сразу хочу сказать, что летальных исходов, слава Богу, не было. Если посмотреть на структуру после операционных осложнений и стадировать ее по клавдин-диндо, то третья А – степень осложнений у четырех больных, третья Б – у троих. Если посмотреть, что же это было из-за осложнения, то нарушение эвакуации на уровне эностомоза у трех пациентов, которые разрешились консервативно, в одном случае потребовало баллонной дилатации, внутрибрюшное кровотечение, релопароскопия. В одном случае кровотечение просвет желудочно-кишечного тракта, которое оказалось профузным, и наши эндоскопические хирурги не смогли клипировать мощно бьющий между линией степлерного шва сосуд, что потребовало от нас лапаротомии, гастротомии культи и остановки кровотечения. Поэтому мы сейчас, после формирования степлерного анастомоза, всегда заглядываем внутрь анастомоза, осматриваем линию степлерного шва, и при подтекании крови кладем либо клипсу, либо внутри просветный шов лапароскопически накладываем. Несостоятельность изофага интернастомоза в одном случае консервативно разрешилась. Пневмония, послеоперационный панкреатит, который поставлен клинически, также мы внесли в осложнение и зарегистрировали. И последний случай, который произошел буквально 3 недели тому назад, на наш взгляд, это казуистичный случай. Пациент, который перенес дистальную субтотальную лапароскопическую резекцию желудка по бальфуру, на пятые сутки после операционного периода появились боли в животе, рентгенологический застой в желудке, эндоскопический анастомоз абсолютно свободен, и каким-то образом получилось так, что вся тонкая кишка обернулась вокруг связки трейца. Ну, это та ситуация, в которой мы никак не можем профилактировать и воздействовать на нее. Раскрутили кишку, и, слава богу, пациент поправился. Поэтому, если говорить о выводах, которые мы сейчас весьма предварительно можем сформулировать, то хотим сказать, что лапароскопические операции в хирургии рака желудка являются безопасными, они обеспечивают адекватный объем лимфодисекция, однако технички сложны, требуют специфических навыков и дорогостоящего оборудования. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Есть время, если есть какие-то вопросы. У нас есть время. Пожалуйста. Максим Михайлович, лапароскопическая хирургия имеет возможности открытым способом в быстрой выздоравливаемости пациентов. Соответственно, быстрой возможности доставить им адъюдную химиотерапию. То есть здесь вы можете выиграть, может быть, в выживаемости перед открытым. У вас есть данные по времени выздоравливания этих больных? Ну, опять-таки, время выздоравливания – это такой очень нечеткий термин. Все зависит от того, что подразумевается. Если то, что в западной литературе выписка из стационара, то в нашей стране мы не можем это учитывать, поскольку мы, в отличие от Америки, получаем деньги не за законченный случай, за количество кое-како дней проведенных в стационаре. Все это знают. Поэтому очень часто я с трибуны не могу озвучивать, что мы делаем, но в стационаре на 51 койку 70 человек вполне может присутствовать. Это наше реалие. Поэтому мы для тебя отмечаем срок, когда мы его отпустили домой. Возможности одевантной химиотерапии – это очень такой субъективный критерий. Возьмите пять химиотерапевтов, и пять из них скажут вам разные сроки, поскольку им вбили в голову, что одевантная химиотерапия должна начинаться через месяц после операции. Вы не сдвинете их не на неделю, потому что так сказали. А если говорить о каких-то объективных показателях, как то клинический анализ крови, биохимический анализ крови, самочувствие пациента, статус по ЭКОК, по сути, лапароскопическая резекция желудка, третий, четвертый, пятый день – это пациенты, которые создают впечатление, что они абсолютно… Второй вопрос, что одевантная терапия неэффективна при раке желудка, но это в следующей сессии я не буду забирать хлеб авторов других. Спасибо большое за прекрасный доклад. Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, там процент гастроктомии у вас получается, по-моему, 20 или 30 от общего количества. Но по локализации опухоли, я что-то не увидел на слайде, и по типу роста не требовало ни больше объема оперативного вмешательства. Поняли, о чем вопрос, да? Нет, у меня вопрос абсолютно понятен. Или вы специально подбирали больных, которые дистально наматили на боице? Нет, я абсолютно понимаю этот вопрос. Почему? У нас приходили люди и говорили, что если у вас процент гастроктомии меньше, чем какая-то там цифра, то вы там плохо опередите. Я знаю, что любой рак требует гастроктомии. Я говорю, показания есть онкологические, не плане того, или просто подбор пациентов такой был? Нет, никакого подбора пациентов нет. В настоящее время действует третья версия японских рекомендаций по лечению рака желудка, которая опубликована в журнале номер 3 за 2011 год «Гастроканцер», где черным по белому написано, что при диффузном типе роста мы обязаны обеспечить 6 сантиметров, как минимум, клиренс между опухолью и краем кишки, а при кишечном типе 4 сантиметра, при отсутствии роста по линии резекции при срочном гистологическом исследовании. Поэтому, если мы видели опухоль любого типа роста, если мы видели экзофитную опухоль, и мы могли отступить на 4-5 сантиметров, мы выполняли резекцию желудка, даже если она находилась там по малой кривизне в средней трети тела желудка, если мы могли обеспечить клиренс. Я понял. А протоколы в России какой объем операции несут? Именно протоколы, которые утверждены мы здравым нашим? Я не знаю таких протоколов. Я бы с удовольствием с ними ознакомился. Нет? Если они есть, покажите, пожалуйста. Насколько я знаю, их нет. Я сам из Украины, поэтому спрашиваю, есть ли у вас протоколы объема оперативного места? Нет. Нет, у нас есть учебники, у нас есть руководство, у нас есть еще что-то, но каким-то образом законодательно обусловленного объема нет. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Насколько я знаю, этого не существует. Алексей Михайлович, позвольте доклад из Президиума. Вы проводите неодевантную химиотерапию? Если да, то она участвовала ли в этой группе? Или такие пациенты исключались и только открыты? Да, но опять-таки это тема следующей сессии. Я бы не хотел занимать. Да, мы следуем протоколу МЭЙДЖИК, который, он известен, я не буду его повторять. Все пациенты, у которых по данным обследованиям подозреваются наличие региональных метастазов, тактика следующая. Мы выполняем диагностическую лапароскопию для исключения визуально определяемого карциноматоза. Делаем смывы из брюшной полости, отправляя их на цитологические исследования. И дальше пациенты, если есть карциноматоз, они идут к химиотерапевтам. Это не наши пациенты. Если визуально определяемого карциноматоза нет, пациенты получают три цикла неодевантной химиотерапии по схеме ЕСЕФ или ДИСЕФ. В последнее время химиотерапевты полюбили Фалфокс. После трех циклов у нас идет опять компьютерная томография, опять релапароскопия. Если нет карциноматоза, хирургическое вмешательство, либо лапароскопически, либо открыто. У нас есть такой опыт, но он очень небольшой для того, чтобы выделять. Я сейчас не готов сказать, по-моему, 4 или 5 операций. И они идут в операционную. Если у пациента на этапе первичного диагностики были выявлены изолированные опухоли клетки в смывах, но визуально определяемого карциноматоза нет, то есть выполняется такой же объем операций, плюс внутрибрюшная гипертоническая химиоперфузия. При наличии карциноматоза или прогрессирования опухоли на фоне химиотерапии мы отказываемся от операции, отправляем их химиотерапевту. Спасибо большое. Короткий вопрос, Вячеслав Иванович. Возможно, что это вопрос не к вам, а к специалистам по диагностике. Каковы критерии поражения лимфоузлов? Вопрос возник из того, что, естественно, сначала вы пытались брать больных с Н0 на 1, примерно так, для лапароскопических вмешательств. Но, тем не менее, оказалось, что встречаются люди и с более продвинутым фактором Н. Каковы критерии поражения лимфоузлов, которые вы учитывали? И как часто вы ошибались? Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что, как часто я уже показал наши болезни на слайде, практически половины больных. А что касается конкретного вопроса, я хочу сказать, что мы поэтому и сузили нашу тему до лапароскопии, потому что все эти проблемы невозможно осветить в один день. Если мы будем это дискутировать, мы просто не закончим вовремя. Но это проблема. Это реальная проблема. Спасибо. Продолжение следует...